здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня будем говорить ну наверное прежде всего не просто о бизнесе о помощи бизнесу и как бизнес помогает друг другу большой маленькому маленький среднему и так далее или средне маленькому у нас гостях руководитель торгово-промышленной палаты городского округа люберцы сергей анатольевич воробьев здравствуйте сергей анатольевич добрый я правильно говорю что в основе всего лежит некая помощь что бизнесмены бывают разные ну скажем так бывают люди бизнесмены бывают люди не бизнесмен это первое сочетание а потом бизнесмены тоже подразделяются на какие-то ну и раньше как это говорили класса сегодня у кого-то бизнес только начинается кто-то могут кто-то уже в бизнесе существует ему нравится в среднем так сказать сегменте а кто-то как говорится спорт высших достижений он тоже бизнес есть правильно понимаю что для этого собственно говоря промышленная палата и создавалась вообще в россии а какова история нашей торгово-промышленной палаты да вы совершенно правильно говорите наша палата была создана в 2007 году создана она была крупнейшим предприятием города до 2023 она существовала в рамках старого формата и в двадцать третьем году у нас прошла реорганизация сейчас мы уже под новым грубо говоря форму в новом новом то сказать формате формате да это соответственно уже будем дальше продвигать сама палата создавалась для того чтобы помогать бизнесу не в зависимости от объемов то есть и маленький и средний и крупный крупнейший то есть главным людям которые в общем-то и двигаются вперед нашей промышленности какие-то новые варианты которые можно сказать достичь их в плане каких-то малых предприятий средних предприятий тогда но то что в общем-то требуется для экономики у нас на территории есть абсолютно разные предприятия и большие крупные с мировым именем и не очень мы помогаем всем кому это нужно основная идея палаты сделать орган в который может прийти любой бизнес и где он может получить необходимые консультации к консультации помощь в любом виде а вот такой вопрос мы же как всегда рассматривали что бизнесмен это такой человек немножечко ну в лучшем случае уверенный в худшем самоуверенный который как бы все решает сам внимательно следить за конкурентами а представить себе что он приходит кому-то на поклон и говорит что помогите мне вот или мы как-то не так это понимаем но он приходит не на поклон мы не являемся органом власти да мы созданы для того чтобы помогать людям у нас тоже бизнес в этом стоит просто к такой коллегиальный как бы да можно сказать совет бизнесменов которые могут где-то проконсультировать где-то мы лицом там и помочь человеку в сложной ситуации организация которая позволяет бизнесу не просто получать какие-то консультации но в том числе объединяться то есть на нашей базе мы сейчас планируем создать клуб предпринимателей который будет собираться обсуждать уже в рамках себя интересующего вопрос интересующие их вопросы и соответственно дальше мы как палаты будем помогать им в реализации этих вопросов я так понимаю что этот клуб будет собираться не единожды а будут периодически как на регулярной основе мы сделаем чат скорее всего это будет telegram а то даже будет вообще практически круглосуточный но я имею ввиду встречи в клубе будут тоже на регулярные я думаю раз в неделю раз мы уже дальше решим по конечно папа потому как вопрос ревтораса вот вы сказали что первый раз палата была создана в 2007 году и сейчас вот с 23 я так понимаю что переформатирование произошло но основная задача остается та же самая да в чем в общем то основная задача палаты основная задача это помощь бизнесу помощь бизнесу на основе чего как палата существует я имею ввиду ну кто ее так организовал потом как стать ее членом там не существуют какие-то членские взносы кто может войти или человек хочет выйти как это работает это добровольная организация конечно то есть вступить паралату может в принципе любой предприниматель может быть и по любой формы собственности мы рады всем так что касается вступление в палата есть ряд документов которые необходимо написать это заявление предоставить устав заплатить членский взнос и в принципе там ничего такого сложного нету вся информация есть на сайте кто хочет может прийти к нам лично мы соответственно поможем заполнить и как бы все необходимую процедуру мы сделаем а вот палата которая существовала она же не распустилась она просто перешла в другой форме организовалась под новым в новом групп говоря виде и для клиентов разницы абсолютно никакой нет но дать вспомним наверное руководителя первой палаты это вы ваш за это мой друг николай леонидович контович большое ему спасибо мы его все очень любим очень скорбим что он скоропостижно скончался вот он был первым руководителем он был первым руководителем до торгового вообще мы же помним что у нас существует лихие 90 потом у нас двухтысячные годы существуют а 2007 это уже в общем-то ну не так давно все происходило и наверное на каждом этапе у бизнеса свои проблемы вот на сегодняшний день сравнивая например 2007 год и 2024 эти проблемы как то есть наверное более менее похожие или все-таки поменялись а вы знаете нет каких-то определенных рамок рамок в периоде во времени есть люди которые раньше решали некоторые вопросы да сейчас они путь каким-то причинам перестали решать эти вопросы абсолютно разные забыли компетенции ушла или еще какие-то вопросы мы помогаем принципе с любым вопросом для бизнеса касается ну как и открытие и закрытие счетов и каких-то юридических вопросов давайте мы сейчас немножко конкретно поговорим о помощи потому что ну скажем не бизнесмен не может наверное понять сейчас почему вдруг бизнесмен который можешь как-то документ оформил вы знаете что нас юридической грамотностью не очень хорошо и поэтому когда человек называется бизнесменом мы уже понимаем что он умеет документы а наверное составлять б читать наверное умеет этими документами пользоваться и внимание ему наверно знакомы такие слова как адвокаты так далее административное право ну любое право то есть вы оказываете наверное юридическую помощь какие-то другие услуги в том числе то есть у нас есть штат юристов которые оказывают юридическую помощь но это одна капля в в общем массе вопросов которые мы решили вопросы проще рассказать каких их нет вот давайте каких нет да все что в рамках закона решаем все вопросы скажем так то есть на данный момент чтобы было понимание у людей мы организовываем семинар в республике иран то есть наш бизнес планирует поехать в рам для того чтобы соответственно продвигать свою продукцию на их рынке то есть мы как делегация городского круга люберцы или мы от составе от люберец в составе мы сами это делаем а мы как люберецкая палата то организовываем этот хорал а зачем нам это поехать в иран в бизнеса есть потребности у нас есть продукции которая нужна там у них есть подруга продукции которая нужна нам и какой-то контакт уже установлен да уже сейчас идут на ближайшие то есть это будет сейчас идет переговорный процесс а потом уже будет поездка делегации на поездку делегации наши туда и я так понимаю что если эти переговоры пройдут ну что называется успешно будут заключены какие-то и контрактам вы в план конечно правильно заключать контракт контракт соглашением как бы не палаты будет заключать контракт а наши клиенты марки не мы организовываем это мероприятие то есть организовываем со стороны рф мы и социальная рана соответственно их служба да то есть я понимаю что вы являетесь таким посредником до который помогает даже в данном случае но иран для нас сегодня а понятно так сказать направление но все равно не совсем обычная да и поэтому ваша помощь тут необходима конечно без нашей помощи принципе невозможно организовать этот это мероприятие то есть я так понимаю что видите кроме даже юридических каких-то услуг и там не знаю бизнес может быть лайфхаков как сейчас говорят у вас даже дипломатические еще услуги работают потому что у нас есть даже услуги по музыкального продакшен а то есть это когда он например ролик надо записать ролик музыку к рекламе любые мероприятие какое-то провести а хорошо ну а что дает членство торгово-промышленной палате наверняка же есть такие как скажем коммерсанты вот которые ну самостоятельные мир никто не нужен и мне хорошо или сегодня так трудно выжить есть такие да в основном это крупные предприятия которые знают что делать куда идти но поверьте опыту даже эти предприятия посещают наше мероприятие которое на всяких палата потому что всего знать невозможно они тоже подчеркивают подчеркивают для себя какие-то новые соответственно что дает будет не только знания но и знакомства потому что в принципе палата создали того чтобы люди в том числе и общались между собой знакомились то есть у нас ряд кейсов существует которые позволили клиентам начать взаимодействовать на нашей платформе грубо говоря то есть раньше они между собой не общались придя к нам они соответственно ну то есть фактически вы становитесь такой уже площадкой где можно не только но поговорили поговорили потом заключили какое-то джертыменское соглашение потом перешли к за к соглашению уже она документальной основе а потом и бизнес вместе можно делать даже вот то есть причем я так понимаю что это взаимовыгодная опять же вернусь к этому вопросу и более крупному бизнесу и бизнесу может быть начинающим тоже крупный бизнес же тоже не стоит на месте он видит каких-то новые направления и подхватывает наверное крупный бизнес видит на наших площадках молодой бизнес у которой более креативен некоторые фишки скажем так они подчеркивают как раз из маленького бизнеса когда люди не зашворены и раскрывают да таки на новую смотрю на все вещи тем более на технологичность процессов и поэтому так и понимаю что иногда большой бизнес хорошим смыслом посмотри о вот это нам подходит давай-ка мы заключим договор не менее правоворотливой конечно и им интересно тоже на затем наблюдать за все понятно а вот по поводу возрастного скажем уровня кто эти люди от самые скажем молодой бизнесмен до самого разрыва 20 там до 80 лет но мы все она понимаем что все таки 8 лет 80-летний бизнесмен мне кажется ты человек который прошел уже и огонь и воду а 20-летний от немножечко ну начинающий то есть у вас когда люди собираются офиски не как в школе что младшие смотрят на старших и так далее или это такое равноправное ну во-первых это равноправное общение но старшему поколению очень интересно с молодыми общаться а молодыми со старшими то есть они перенимают опыт друг у друга и это получается на выходе очень интересное и на голове этого наверное тоже и создала напомню торгово-промышленная палата городского округа люберцы так сказать переформатированная уже версия и сегодня у нас гостях руководитель сергей анатольевич воробьев напомню что под палата это помогает как мы понимаем и молодому бизнесу начинающим как мы выяснили частенько креативному в каких-то направлениях ну и конечно же крупный бизнес тоже от этого не отказывается потому что внимательно следить за всеми новинками на тонны крупный бизнес ну а между ними существует еще средний бизнес который может быть тоже является такой а основой для хорошей устойчивой экономической платформы собственно говоря и сама торгово-промышленная палата сегодня новая платформа как мы услышали в первой части для общения между бизнесменами ну а с ко всем скором мы продолжим так что дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня мы говорим о торгово-промышленной палате который работает в городском округе люберцы она с 2020 года переформатирована начала на свою работу еще в 2007 году это то самое место которое собственно говоря помогает бизнесменам не только улучшать скажем так бизнес но внимательно следить друг за другом помогать друг другу ну и как вы понимаете все таки можно так сказать если бизнесменам хорошо то вроде бы и не бизнесменам тоже становится лучше потому что как заявил наш сегодняшний гость руководитель торгово-промышленной палаты городского округа люберца сергей анатольевич воробьев палата существует давно и предприятие у нас есть от глобальных фактически федерального значения до но совсем молодых где работает креативная молодежь и за которыми как говорят таких случаях будущее правильно говорю себя совершенно вот но я понимаю что год по даже меньше наверно года до прошло с переформатирования вот вы живете на звуковой дом 4 то есть это что наверно то есть вот сейчас нас слушает какой-нибудь молодой бизнесмен вот у него вроде как и неплохо и нехорошо он ему даже может быть и консультация не нужно но ведь это же здорово прийти в клуб посмотреть познакомиться с конкретными людьми может быть что-то в итоге предложить да есть это тусовка который он в любом случае принесет какую-то пользу какие-то данные вы узнаете новую информацию новые знакомства это всегда интересно всегда полезно тут членство должно быть ты только должен быть люберчанином жить здесь или работать если например из соседних московской области мы берем даже не москву кто-то захочет прийти постучаться пообщаться это возможно да конечно без проблем у нас нет привязки к территориальному так сказать подразделению организации только любой может прийти и стать на нашим членом хорошо а какие то есть у вас наверняка есть связи с администрацией с депутатами с теми людьми которые собственно говоря многие из бизнесменов и руководителей предприятий и директоров разного уровня они либо депутаты либо ну все время так сказать присутствует на совещаниях в администрации связь существует помогает вам администрация естественно наша администрация очень сильно нам помогает в разных вопросах помогает нам и налоговая наша инспекция и прокуратура в принципе по вопросам связанным с этими органами в том числе может нам обращаться мы как бы окажем то есть это тот случай когда например не очень хорошо бизнесмены берем какой-то условный там проект и он до конца не понятен по юридическим вопросам то чтобы потом не было никаких проблем можно проработать это все через вас да но мы планируем в этом году наверно ближе к августу месяцу провести встречу с прокурором люби резкого района чтобы пришел бизнес если какие-то вопросы ему задать напрямую без грубо говоря ну то есть вы прокурора наверняка есть вопросы и у бизнеса есть вопросы но обычно у бизнеса вопрос к прокурору а вот этих местами организация этой встречи это нужно прежде всего бизнесменам или власть это тоже нужно для того чтобы услышать какие-то действительно вопросы животрепещущие знаете за последние годы власть меняется она открывается становится лицом к человеку прозрачные как говорят агенту то есть можно постучаться прийти сказать что часто мы слышим от власти желание пообщаться с бизнесом они соответственно тоже приходит на наше мероприятие частенько то есть получается что мы можем констатировать тот факт что это не просто площадка где пикеяные жилеты в свое время да я там что-то шу-шу-шу английский клуб бизнесменов то есть у вас такая деловая план живое общение живое без купюр скажем без купюр и вот такой еще возникает вопрос простым жителям люберется возвращаясь к ним которые не являются не бизнесменами а просто гражданами которые работают в других скажем структурах что им от этой торговой палаты на если вот ну положить на одно чашу весов вот когда бизнес решает свои вопросы насколько я понимаю слова прибыль все-таки наверно главное бизнес летовой создаст работы что просто граждане люберцы получает от этого на палата да от палаты ну наверное такой более философский что ли вопрос если бизнесу нашему на территории хорошо соответственно и нашим людям тоже хорошо то что налоги и налоги идут в наш бюджет то соответственно рабочие места занятость населения как бы только плюс да и и никто никого не ругает а наоборот сотрудничает потому что во первых есть возможность выбора пойти туда ну по по роду своей деятельности я еще такой вопрос хотел адресовать сейчас если мы смотрим с вами внимательно за новостями то есть запрос вот раньше у нас было кстати много юристов много экономистов значит это был такой популярным скажем таким трендом то сегодня и президенты правительства выступают и как бы намекают что нужны рабочие специальности нужны но среднее образование да когда нужно чтобы люди могли что-то своими руками делать а ведь это очень часто нужно для бизнеса вот вопрос в чем если связь палаты с молодым поколением с точки зрения студентов учащихся которые потом в общем-то и придут на эти места и плюс кто-то из них тоже станет бизнесменом я понял но насчет молодого поколения 12 апреля совсем недавно поздравляли студентов нашего гагаринского техникума и соответственно организовали им награждение вместе с представителями бизнеса то есть они оплачивали им подарки помимо того они берут их на практику вот вот у нас нет гарантированная практика уже по сути да они проходят по практику не учат сами сразу на предприятие и если сказать о техникуме сейчас первый раз за всю историю как говорят преподаватели техникума 8 человек на место то есть такого как они уже не было никогда да это уже как вуз такой более-менее серьезно то есть людей расхватывают просто вот сразу они не ищут работу абсолютно то есть мы вместе с бизнесом приходим за ними их забираем то есть у вас есть еще такая образовательная функция почему потому что она важна все течет все меняется вы ищите себе новую ну скажем с одной стороны это клиентура да в том плане куда бизнес можно продать а с другой стороны кто будет работать в этом ресурсе для бизнеса ресурс конечно зачем искать кого-то если есть свои а вот давайте немножко скажем что можно назвать достижениями такого формата как торгово-промышленная палата это когда у бизнеса есть связь внутри себя от маленького до большого верно вот у нас же есть и крупные компании которые собственно говоря уже могут получить не только люберецких но собственно говоря уже на федеральном есть много у нас компаний федерального уровня и они не отказываются да от участия в торговле они не отказываются они в основном только поддерживают поддержи вот хорошо и теперь еще такой вопрос который тоже немаловажный вот по поводу услуг и естественно вы говорите членский взнос то есть человек просто компания или организация платит членский взнос и дальше никаких там уже нет расчетов почему потому что еще ни разу изучала в нашей программе сегодня бизнес это же еще конкуренция если например но условно говорю моя компания делает хлеб и другая делает компания хлеб я хочу чтобы мы хлеб покупали они и или это так не работает сегодня новую про стоимость взносов да нет как вот идет работа скажем организации которые входят в вашу палату они же могут быть конкурентами ну конечно так это нормально ну если есть здоровая конкуренция это наоборот на пользу то есть но на этой площадке они как общаются слушайте по разному конечно бывает до драка у нас не доходил я не ввиду что даже конкуренты на площадке вот такой общий до которую приходят все они могут найти какой-то общий язык обычно конкуренты смотрят друг за другом и на это через кого-то через кого-то а когда у них есть возможность пообщаться на какой-то единой площадке кажется это только плюс для только плюс и они тоже на это как положительно смотрят на мой взгляд а можем мы сегодня резюмировать что благодаря торгово-промышленной палате в общем-то весь бизнес имеет возможность сдать какие-то вопросы что называется напрямую а благодаря тому что вот как варианте клуба решать какие-то вопросы как вы уже сказали да с теми сложностями которые могут возникать на уровне там законов принятия каких-то решений государства на их и просто дружить ведь это же для городского округа хорошо так вот для этого то в основном и создано то есть моя задача сделать так чтобы люди приходили с любой целью к нам обсуждали все вопросы принимали участие в социальной жизни города в том числе что всем было хорошо в итоге насколько я знаю что такие вопросы как патентная документация тоже входа в ваш мы не выдаем патенты мы можем организовать помощь в их получении скажем а это правда форма сегодня и прочее вот если компания чем особенно молодая люди все разные не у всех есть компетенции по составлению документов правильно мы про готовы помогать вопросов нет а у вас есть для этого команда которая уже в храните как чего поступить но там все зависит от входной информации ну смотрите торгово промышленной палаты это же не только мы в люберцах это грубо говоря вся россия и признаете составной да мы являемся составной частью если у нас нет своей компетенции в соседней грубо говоря области есть компетенция нужная нам то есть мы найдем решение любой задачи такое всероссийская до общем-то объединением вообще по всему миру ну это да это да но я не веду сейчас мы все-таки решаем прежде всего свои на вопрос в рамках взаимодействия в российской федерации вопросов у нас нету то есть я человеку вот обычно как происходит человек что-то делает здесь он никак не может пробиться на рынок там не знаю там дальнего востока вот проще всего это сделать через торгово-промышленную палату то что мы есть в любом регионе российской федерации и мы не зашорены какими-то вещами не закомплексованным открытые поэтому понятно самый простой путь это через нас это очень хорошо я так понимаю что для бизнесменов это хорошо потому что сегодня ты работаешь в одном городе а потому что у тебя дела пошли хорошо тебе хочется развития раньше наверно нужно было туда ехать искать кто там что там а теперь можно через промышленную палату как-то выйти на площадку и вопрос что-то достать что-то продать где-то выяснить построить завод где-то но я так понимаю что и руководящие органы тоже поддерживают такие вопросы потому что опять же мы делаем такой вывод что по сравнению с 90-ми годами которые сейчас так все обсуждают все-таки ситуация поменялась и когда бизнесу хорошо то и тому городу конечно региону где работают в данном случае вот это сообщество бизнесменов торгово-промышленной палате тоже хорошо ну что же давайте тогда еще раз напомним для наших телезрителей для тех кто будет смотреть эту программу может быть потом в интернете значит еще раз можно прийти к вам в приемную которую располагается по улице звуковая дом 4 городской округ любит сына там записаться нужно или как можно позвонить позвать записаться можно на сайте оставить заявку понять после этого остается заявка вы ее рассматриваете верно и принимаете решение то есть принципе можете отказать но чаще всего наверное потери лучше чтобы мы отказывали не были уже все люди приходят адекватно и всем нам нужно какие-то ну и дальше человек выплачивает членский взнос и становится полноправным участником этого проекта по сути он становится членом нашего бизнеса клуба который принят участие во всех мероприятиях которые проходят регулярно в ближайшем мероприятии у нас сейчас будет 6 июня поэтому если даже это были же для клуба но заседание торгово-промышленной палаты вот члены понятное дело там будут присутствовать если у кого-то есть желание приходите там то как раз и увидите всех тем более что очень быстро летит сейчас время весны фактически не было сразу лето наступило части у нас абсолютно бесплатно и кому интересно ради бога хорошо ну что ж нам остается пожелать вам удачи потому что времена сейчас с одной стороны сложные но для бизнеса наверное иногда это даже хорошо потому что адреналин определенный тем более даже ведь и с ираном у вас какие-то контакты есть во вторых приятно слышать что молодые бизнесмены умеют прислушиваться к ветеранам движения у них есть и сами привносят что-то новое то есть новые так новые какие-то технологии новое дыхание ну и конечно же пожелать чтобы рабочие места ковались чтобы было людям где поработать чтобы никуда не уезжали в ту же самую москву а работали здесь на наших предприятиях верно конечно вот ну а в остальном если будут какие-то интересные события приходите рассказывать и мы всегда радовался вы к нам приходите освещайте наше предприятие вот эти маленькие договоры совершили это была программа открытый диалог напомню что в гостях у нас руководитель торгово-промышленной палаты городского круголюберцы сергей анатольевич воробьев ну а меня зовут николай пивненко всего доброго до свидания а